Ты, давай говори честно, ты в IT лезешь ради того, чтобы людям хорошо делать или чтобы смузи пить? Руководителю продукта, допустим, не нужно уметь писать код. Прикольно. Вот поговорим об IT. О чем мы тут говорим? Кстати, что мы все про рэп для про рэп? Я, главное, понял, что IT это не только программирование, и даже такой дуб, как я, может рассчитывать там на что-то. Всем привет, друзья, это наш подкаст «Войти в IT», где сотрудники Яндекса с необычным бэкграундом будут рассказывать, как они стали разработчиками, дата-сайентистами, вот этими всеми дизайнерами и прочим, и прочим, и прочим, все, что касается IT. Поговорим сегодня и говорить будем мы не одни. Ну, в смысле, буду говорить я, потому что я ведущий. И второй ведущий — это Арсений. Привет. Привет. Арсений, ты, кстати, это, я-то понимаю, я дуб-дубом в IT, а ты вот что, ты как там, ты где-то учишься сейчас, что-то хочешь сейчас? Да, я сейчас учусь на ФКН ВШ, это не просто буквы, это факультет компьютерных наук Высшей школы экономики, очень прекрасное заведение. Я начал интересоваться программированием еще в школе, я поступил в Академию Яндекса на специализацию джанго-разработки. Прекрасная специализация, прекрасные ребята там учатся, вам тоже советую. Сейчас я учусь в Академии Яндекса на машинном обучении, это сфера, где программисты делают искусственный интеллект. Я думаю, вас тоже это заинтересует. И начинал я просто обычным хобби программированием, я очень хотел написать свой автокликер, но в итоге это вылилось, что я сейчас учусь на программиста и пока что мне все нравится. Круто, круто. Слушайте, не, 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 Степ, не, Степ, не, Степ, все классно. Главное выяснить, мне главный вопрос у тебя выяснить. Как правильно, компьютер или компьютер? Компуктер. Компуктер? Все, теперь я чуть больше понимаю в IT. Здесь мы будем разговаривать про совершенно интересных и уникальных людей, которые сначала были, там, не знаю, шурму заворачивали, были плотниками, потом в регби играли. И раз в какой-то момент такие, все, войти пора. И вот сегодня у нас один из таких человечков. Аня Динельт. Всем привет, я Аня, я руковожу продуктом Яндекс.Афиша. Яндекс.Афиша это сервис по продаже билетов на события. На развлечения, в кино, в театры, музеи, выставки и так далее. Аня, так скажи, ты сейчас как руководитель продукта в Яндексе, что ты делаешь? Вот, ну, помимо того, что я купил через вас билеты, а что еще? Для меня это просто, знаешь, такая туманная должность. А что вот именно ты делаешь? Вот я делаю все то, через что ты купил билеты. То есть есть сайт Яндекс.Афиша, приложение, система выбора мест, система оплаты, способы оплаты различные, постпродажные сервисы. То есть ты видишь, какой у тебя билет, куда ты пойдешь, тебе потом приходят напоминания на почту. Вот это все продукт Яндекс.Афиша. То есть мы помогаем людям выбирать и покупать билеты максимально быстро, максимально удобно. А организаторам событий мы помогаем продавать их билеты. Ну, это удобнее, чем просто на кассе стоять и покупать билеты. Конечно. Это конкретно ты занимаешься тем, что вот я захожу на сайт и вижу там посадочные места, какие-то из них красные, какие-то желтые. Я это, это вот ты сидишь, печатаешь, и из-за этого я вижу вот это все или как? Не совсем. Сидят, печатают специальные умные люди. Но я отвечаю за развитие продукта. То есть я решаю, какие там будут цвета на этой схеме зала. Это тоже сложно. Конечно, это очень сложно. Мы проводим исследования, мы беседуем с пользователями, мы спрашиваем об их опыте, проводим опросы, генерируем множество гипотез. Потом запускаем эксперименты, эти гипотезы проверяем. Исходя из этого, мы определяем, куда наш продукт пойдет дальше. Смотри, ты, у тебя был свой стартап, потом ты продавала запчасти, потом ты, что-то там у тебя маркетинг. SQL какой-то. SQL. Шубу один раз украл. Расскажи про свой опыт, что это все было такое у тебя? Вот про шубу интересно, с этого места поподробнее. Ну ладно, про шубу это я выдумал. Все остальное чистая правда же, да? Остальное, да. Вот и как это все у тебя происходило? Начнем сначала про маркетинг. Я училась в институте на маркетолога. Выбрала эту специальность не потому, что я всегда мечтала быть маркетологом, просто я выбрала экономическую специальность, которая, как я считала, мне поможет в жизни. Круто. У меня так же было в детстве, я клянусь, я закончил школу и говорю, куда мне поступать? И мне бабушка говорит, поступай в вуз, который рядом с домом. И я поступила на кораблестроителя. Супер. И не закончил. Я так же поступила, вуз тоже был недалеко, но я закончила. Закончила? Да, я закончила вуз, но пока я училась, я себе нашла еще один способ. Ну как, не еще один, а просто способ заработка. В то время был популярен копирайтинг, написание рекламных текстов, текстовое оформление сайтов, SEO-тексты. И вот этим всем я занялась, потому что я умею грамотно писать, неплохо складываю слова в предложения, как мне кажется. И решила на этом кое-что заработать. И получилось так, что у меня стало очень много заказов. И в меня одну это просто уже все не влезало. Я подумала, что надо бы расширяться. И создала свой первый онлайн-стартап с удаленной командой. Ого! Ничего себе! Звучит очень интересно. Что это же? Непонятно. С удаленной командой. Для меня это команда, которую я набрал и потом удалил. Это вот такая? Ну потом я удалила команду. Что-то я как-то мало зарабатываю из-за этой команды. Удаляем ее. Не, на самом деле удаленная работа, это работа на удаленке. Это же тренд последних лет. А я это делала еще очень давно. Это когда ты сидишь на Бали, пьешь свой любимый кофеечек и работаешь. Да, ты правильно все понимаешь. Но тогда это было не Бали. Все было гораздо прозаичнее. Ребята у меня были из разных городов России. Я сама жила в тот момент в Новокузнецке, даже не в Москве. И, собственно, у меня был вот этот стартап. То есть у нас был сайт. Я раскручивала сайт, занималась его продвижением. Были клиенты, которые приходили напрямую ко мне. И мы вот такой небольшой командой, значит, занимались этим три года. Ого. А как вы... Подожди, стоп. Три года вы позанимались этим? И что потом? Ты поняла, что все? С этим надо заканчивать или как? Да, я закончила институт и поняла, что в этом стартапе, ну, объективно, денег мало. Думаю, надо идти в какую-то более перспективную отрасль. Еще не в IT. А, нет. Подожди, еще в IT будет попозже. И я выбрала отрасль спецтехники внезапно. Ну, что еще могла девочка выбрать? Да, логичный выбор тоже. В 20 лет. Блондиночка. Популярный. Да. Выбрала, значит, крупную компанию, которая была популярна в Новокузнецке. Ну, такая солидная, на слуху всех. И там была единственная одна вакансия – помощник директора. То есть у меня был директор написан в трудовой книжке и следом сразу помощник директора. Клево. Да. Клево. У меня были самые разнообразные задачи. Участие в тендерах, закрытие фирмы в Гонконге, организация поезда к руководителям по 15 населенным пунктам. Купить цветы любовницы. Ну, такое, нет? Продать ручку. Нет, интереснее продать запчасти. А какие запчасти вы продавали? Запчасти для спецтехники. Это техника, которая используется для строительства дорог, для добычи полезных ископаемых. В общем, тяжелая промышленная техника. Экскаваторы, грейдеры, бульдозеры. И меня тема заинтересовала запчастевая. И я начала просто подключаться к деятельности отдела запчастей. Еще когда была помощником. Говорю, ребят, давайте я вам помогу, там, с клиентом пообщаюсь, коммерческое подготовлю. Вот с тендерами опять же я вам помогаю. И, в общем, постепенно-постепенно начала накапливать в этом опыт. И, в общем, я стала таким а-ля помощником, в свободное время менеджером отдела. И когда освободилась в вакансии руководителя отдела запчастей, ее предложили мне. Потому что я как помощник уже суперклассно себя зарекомендовала. Мне доверяли. И я уже погрузилась в тему запчастей. Поэтому из помощника руководителя я стала опять руководителем, что ж такое, уже отдела запчастей. Прям никак не отмахаться от этой должности руководителя. И сейчас тоже руководитель. Тяжелая жизнь. Блин, мне слишком много денег платят. Нет, тогда мне платили не так много, опять же. И все вроде было хорошо. Но у меня поменялось руководство. И с новым руководителем мы немножко не сошлись по ценностям. Я компанию покинула. Все, и оттуда запчасти покидали, побросали на пол и побежали войти? Практически. Я думаю, я сейчас какое-то время отдохну. Новый год как раз скоро. Ну, кто работу перед Новым годом ищет? Ну, я бы не я. Дед Мороз только. Да у него есть уже. Вот. И, короче, сидела и отдыхала. Мне стало скучно. Открыла интернет. Думаю, ну, может, я в интернете каких-то денег заработаю. Ну, говорят, так можно. И нашла, в общем, вакансию в Яндексе поискового асессора. А как ты ее искала? Ты искала вакансии для мамы с дома? Да практически. Я искала, типа, как заработать в интернете честно без обмана. Вот что-то такое. Ну, если они сказали, что не обманут, значит, они не обманули. Нет, а просто слово Яндекс говорило само за себя. Да, в Яндексе вопросов нет. Вопросы есть только... Асессор. Да, аксессор. Асессор как? Поисковый асессор. Асессор. Что это такое? Ну, вот представьте, вы ищете в интернете котиков. Так. Пишите запрос. Котик. А вам собаку показывают. То есть у меня была инструкция, как оценивать релевантность поисковой выдачи. Мне давались запросы и страницы по этим запросам. И я сидела целыми днями, попивала кофеечек и оценивала вот эти страницы. И как от асессора-то потом к, ну, ко всем билетам страны? Да не сразу, не сразу. Была я асессором. И асессором иногда дают задания других сервисов. Так как? И вот мне однажды дали задание помогать в поддержке Яндекс.Музыки. То есть пользователи Яндекс.Музыки встречаются с какими-то проблемами, там не могу найти трек, приложение не открывается, еще что-нибудь. Они пишут письма. Извините, просто мне очень смешно, что человек не может найти песню. Шурый такой, он расстроился. Как это? Бывали ли они люди, которые не могут найти песню? Да и такие были, конечно. Но люди разные. Пригорюнился такой, да? Сидит. Классно, что такому человеку помочь. Нет, спору нет. Как это вообще? Вот, мне тоже понравилось. Начал грустить, потому что не нашел грустный трек. Да. Не нашел грустный трек, перестал грустить. Стало весело. И вот все люди нашли все песни. Да, я им помогала там песни находить, какие-то проблемы исправлять, там плейлисты составлять, короче, все на свете. И мне это так понравилось. И я поняла, что я сейчас сижу, и реально я зарабатываю меньше, чем на старой работе. И говоря современными терминами, это такой даунгрейд прям, то, что я с позиции руководителя перешла в какого-то сотрудника поддержки. Мне это настолько нравилось, меня это просто вдохновляло, потому что я пользуюсь продуктом, и я помогаю его пользователям. То есть я вот в чем-то хороша, и я это несу другим людям. Мне безумно нравилась эта работа, и я мне видела какую-то хорошую миссию. Ну, опять же, про деньги я, конечно, тоже всегда думала. И я тут брала объемами. То есть я просто очень много работала. Объемами денег или... Объемами ответов, как найти трек. А, ответов, все, я понял. Мне работа нравилась. А если мне что-то нравится, я всегда думаю, как это улучшить. Я стала находить вот даже в деятельности поддержки места для улучшения. Вот самый простой пример вот моего первого улучшения. У саппортов есть шаблоны ответов. Типа как найти трек, там, открой приложение Яндекс.Музыки, там, вбей трек, поисковую строку, вот это все. И я увидела, что в этих шаблонах были некоторые опечатки, некоторые не очень удачные словесные обороты, что можно было лучше написать. Я пришла к руководителю и говорю, что я хотела бы заняться этой работой, причесать все шаблоны, сделать их красивыми. Давайте, пожалуйста, я это сделаю. Руководитель только счастлив был ко мне, кто так приходил. Работу на себя брать. То есть он делегировал на тебя работу? Да даже не делегировал, сама взяла. Да, она сама на себя делегировала. Да, и как раз вот это очень классная стратегия для всех, кто хочет расти. И брать маленькие кусочки, брать на себя ответственность за них, и что-то улучшать. И таким образом ты будешь делать и процессы лучше, и свою работу лучше. И, конечно, тебя руководство заметит. И как раз когда... Записывай, записывай. Ну, ты мотай на ус, да. Ты же съел кусочек маленького пирога, а тут, там, и уже весь пирог слямзил. Да, и как раз я уже о себе заявила. У меня была хорошая репутация, что я такая клевая, готова фигачить, делаю все хорошо. И в тот момент Яндекс Плюс выделился в отдельный сервис. Ты так сейчас рассказываешь, как будто, знаешь, и в тот момент пришел новый вот этот владелец автозапчастей и сказал, она вам, не просто Анечка, сейчас я расскажу. Ну ладно, там было все хорошо, да, там без этого владелец? Там такого уже не было. Так. Появилась подписка Яндекс Плюс, как самостоятельный сервис, и стали строить поддержку для Яндекс Плюса. Нужен был человек, такой горящий, активный, который эту поддержку залидирует. Понятно. Это была я. По мере того, как рос Плюс, росла и наша команда. Сотрудников поддержки становилось больше. Я уже стала не просто темледом, а уже старшим темледом. Уже операционным руководителем всей поддержки. Мне это очень нравилось. У нас была классная команда. Мы выстроили много крутых процессов. И опять пришел руководитель. Опять? Да, но на этот раз с добром он пришел и говорит. Есть Яндекс Афиши, билетики продают. Вот хочешь там быть руководителем поддержки? Но уже не просто операционным, но и отвечать за процессы, отвечать за доработки, отвечать за большие проекты, связанные уже с продуктом. Обалдеть. То есть он сам большие деньги принес? Хочешь? Нет, пока не принес. Мне еще сказали, у тебя будет два собеседования. И вот тебе кейс, реальный случай из жизни поддержки Афиши, про проблему, которую тебе надо решить. И защитить этот кейс. То есть у меня подготовка была офигенная. Я ни к одному экзамену в жизни так не готовилась. Так. И как он прошел этот экзамен? Все получилось. Ну, это спойлер. Да, я знаю, где ты работаешь теперь. Все получилось. И для меня это было как будто я единорога живого встретила. То есть вот я работаю дома где-то в Новокузнецке. И тут я становлюсь просто уже полноценным сотрудником Яндекса. С перспективой переезда в Москву. С перспективой того, что я буду в офисе. Что я буду работать с продуктом. Что я буду делать проекты, которые правда влияют на людей. После того, как я работала руководителем поддержки Яндекс.Афиши, через полгода меня пригласили присоединиться к продуктовой команде. В роли менеджера продукта. Интересно. Там я работала тоже несколько лет. После чего как раз и стала руководителем продукта. И как ты думаешь, тебе повезло-то, что к тебе просто пришли и сказали, вот сделай вот это, вот это, а мы тебе кисть с деньгами принесем. Не, ну слушай, тут была, конечно, и доля везения. Да, я оказалась в нужное время в нужном месте. И выбрали меня. Но выбрали меня не потому, что они такие кубик. Выбрали там шестерку. О, это Аня. Шестерку? Блин, нет. Доверилась к руководителю. Не, 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 не шестерка. Ну не потому, что они там типа устроили какую-то лотерею, там выбрали какой-то номер. Это оказалась случайно я. А выбрали меня потому, что я уже о себе заявила. Я была супер инициативная. Готовая много работать. Готовая учиться. И, конечно, таких людей всегда замечают. То есть это не только везение. Я понял, какая классная метафора. Вот у тебя жизнь сформировала, твоя жизнь. Смотри, ты счастлива сейчас на своей работе? Да. Получается, что Яндекс.Афиша – это твой билетик в счастливую жизнь. Прекрасно. Кстати, это прекрасно звучит. Ну, билетики, билетики. А все ли тебе нравится? Может, ты что-то поменять хотела? В чем? В билетиках? Ну, в своей должности, например. Не, моя должность меня устраивает. Конечно, я хочу расти, чтобы наш продукт рос. Был сервисом номер один не только в России. Но есть международный рынок. Туда тоже можно выходить. Я слышал, что люди растут только до 25, по-моему. Что-то такое. Дальше потом уже не получается. Ну, это в высоту. А, ты в карьере мешаешь? Да. А, в карьере это легко. Тем более с таким... Нет, я говорю уже про то, чтобы сервис рос. И моя команда будет расти, чтобы мои ребята росли. Ты бы мог помочь сервису Яндекс.Афиша расти? Я думаю, там и так все хорошо. Я только сломаю. Не, ну джангу у нас нет. Навыки самопрезентации на высшем уровне. Я думаю, у вас и так все хорошо. Я все сломаю. Блин, чего вы меня не взяли на работу? Непонятно. Я тебе предлагаю воспользоваться возможностью. И прежде чем мы сейчас перейдем и с головой нырнем вообще в разговоры пройти, задать какие-нибудь вопросы. Перед тобой сидит готовый ментор. Вот я учусь на первом курсе. И уже умею какие-то там сайты писать, приколы всякие делать. Вот как ты думаешь, куда мне нужно стремиться сейчас, чтобы в будущем пить лавандовый рава на байле? А куда ты сам хочешь стремиться? В сторону программного разработчика, например. Круто. Но у тебя фундамент для этого уже есть. Ты говоришь, что ты делаешь сайты, какие-то приколы, чтобы это не значило. Что-то умное. И ты можешь двигаться дальше. То есть ты можешь учиться. Есть сервисы Яндекса, которые в этом помогают. Та же Академия Яндекса. И есть классный проект у Яндекса. Это летняя школа. Есть школа менеджеров Яндекса, школа разработки, там и бэкэнт, и фронтэнд. Вот ты можешь попробовать поступить в одну из этих школ по своему направлению. И у тебя будет возможность летом работать над крутыми проектами с менторами и наставниками из Яндекса. И не надо думать, что это какой-то скучный такой учебный процесс. На самом деле там очень много вечеринок еще. Классный выпускной, классный сам учебный процесс. Это безумно интересно. Я сама уже второй год помогаю организовывать и проводить шмя. Это прям супер. А если бы ты сейчас посмотрела на свой путь в IT, что бы ты сделала иначе? Может быть, где-нибудь свернула в другую сторону и, может, в другую команду пошла бы? Нет. У меня настолько классный путь, что я бы не хотела с него сворачивать. Мне кажется, что я все делала как раз правильно, чтобы шаг за шагом продвигаться по этой лестнике. Аня, а вот так вообще, может быть, ты сможешь резюмировать и назвать, знаешь, просто ключевые навыки, которые помогли тебе вот из этого абсессора, абьюзера, абсессора до руководителя добраться? Вот из этого слова до более приятного. Какие-то ключевые навыки можешь сказать, чтобы вот молодому поколению, Арсению, чтобы он такой понял, развиваем себя? Да, ключевой – это первая инициативность. То есть я такой человек, который не сидит на месте, я все время что-то нахожу, я с этим прихожу, потому что, как говорится, под лежащий камень вода не течет. Если ты будешь сидеть на месте и ничего не делать, и ждать, что скажут там дружочек, а давай мы тебя повысим, ну, никогда такого не будет. Надо приходить самому. И второе ключевое – это умение брать на себя ответственность. То есть мало что-то предложить, важно еще это сделать и взять ответственность. Взять ответственность за людей, за какие-то новые проекты, которые ты лидируешь. Вот это второе. Круто. Я слышал, что тебе приходилось учиться SQL. Я думал, что это язык программирования, которое нужно только разработчикам, а ты вроде менеджер, руководитель продукта. Для чего он тебе нужен вообще был? Ну, смотрите. SQL. На палке такое шоколадное мороженое? Да, очень вкусно. SQL. SQL – это язык запросов. Если есть какая-то огромная таблица, можно там руками искать какую-то строку, а можно написать запросик, и он эту строку сразу вытащит. Ну, это если очень просто о том, что такое SQL. Да, очень просто. Да, и когда я руководила поддержкой Афиши, мы же работали с возвратами с этим, и были очень большие таблицы с данными по заказам, кому что вернули, кому что не вернули. И в этом всем надо было разбираться. И менеджеры, руководители постоянно ко мне приходили и говорили, «А ну-ка предоставь мне данные, вот сколько по этому партнеру мы вернули, а сколько не вернули». И я сначала просто засела в эти огромные Excel-таблички, поняла, что я уже умираю от них, и что нужно что-то более оптимальное. И пришла к своему руководителю, говорю, слушай, я так долго не выдержу. А он говорит, вот есть такая штука SQL, можешь пойти ее изучить, и будьте счастье. Какой молодец руководитель. А SQL — это вот когда цифры на черном экране, цифры и буквы? Да, 0-1, 0-1. 0-1, 0-1, это SQL? Да. Да, конечно, шучу. Как вы расскажете мне, что такое SQL? Вкратце. Вы просто общаетесь, вы как будто лишние в этой комнате. Я такой, нет, я хочу внедриться в ваш разговор. Есть программист такой, который очень хочет из базы данных достать какую-то информацию. Ну, руками, конечно, это не для программистов искать. Вот он пишет как на английском языке, только в какой-то структуре. И ему просто приходит информация, которую он попросил. Спасибо, что объяснил. Вот, все стало куда понятнее. Я смотрю, вы тут просто спелись, как будто перекидываетесь этими словечками. А я-то уже тоже, между прочим, выучил. Да их очень много. Знаешь, что такое скрам? Скрам? Да. Это когда в интернете обманули? Вот, почти то же самое. Только я предлагаю, может, поиграю в какую-нибудь игру. Например, Элиас. Ты будешь загадывать нам айтишные термины, а мы будем пытаться их отгадать. Let's go. Итак, первое слово. Вы готовы? Всегда. Это штучка такая, думательная. Думаешь, как бы. Надо думать. Мозг. Мозг, да, мозг. Он нам нужен зачем? Чтобы что делать? Пить лавандовый рап? Нет, 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 нет. Вот вы когда такие решили, вот билеты люди не покупают, надо что сделать? Фичу. Что? Фичу сделать. Нет, не фичу. Вы же давайте угадывайте, вы же айтишники, вы должны знать это слово легко вообще. Я сел и такой, и по-английски только я, не по-русски, а по-английски я вот что делаю? Обновляешься? Ну вы можете признать просто тотальное поражение, я там скажу вам, что это за слово. Но, еще раз. Я думаю, как улучшить мой продукт, но думаю на английском. Сейчас уже просто подсказывал невероятно. Think about. Первое? Think about. Первое? Без обаут. Think? Правильно! Что это такое? Think? Что такое Think? Да ладно, ты не знаешь, что такое Think? Ну типа синхронизация с сервером. Да, Think? Нет. Да тут я что ли один айтишник? А я что, зря все рассказывал? Типа подумать над улучшением продуктов. Think? Нет, Think это созвон с коллегами по какому-то вопросу, чтобы синхронизировать свои мнения и статус по проекту. Вы называете это синг? Синг, да. Во всем остальном мире называют это кол. Ну типа... Синг звучит приятнее. Ну вообще да, Синг звучит да. Это кола, синовый кол как-то. Брат, ты давай подняйся. Ну нам пока-колы не ставили, брюшки. Слушайте, это слово очень легкое будет, потому что, ну, мне кажется, вы его точно быстро угадаете. Когда что-то происходит, мы все знаем статус этого, но потом произошло что-то новенькое. Это баг? Обновление. Апдейт. Апдейт. Красавчик, красавчик. Вообще просто. Видите, я прям уже с вами на одном уровне. Так, но слушайте, тут сейчас последнее слово у меня есть. Я не знаю, как мы из этого выпутаемся. Короче, соберитесь. Возьмите там за руки. Это ваша программистская сила, давайте. Так, смотрите. Это слово означает, вот если бы Эд Ширан был бы с другой фамилией. Эд Иванов. Вот, да, почти. Смотрите, как тяжело. Я даже не знаю, как вам это слово объяснить. Давайте по-другому. А там участвует тюрьма? Что? Тюрьма участвует. Брат, ты меня спас. Вообще, ты меня вытащил из этой тюрьмы. Говоришь это за слово, ты знаешь его. Я просто не хотел все на английский заморачиваться. Но ты, я думаю, знаешь, что это за слово, раз ты сказал. Нет. Что нет? Ты не знаешь, там реально есть слово тюрьма. Там однокоренное слово тюрьма по-английски есть. Руководитель Яндекса... Это тюрьма, это Джайл. А, есть, Джайл, все правильно. Все, получается, вы все мои слова угадали. Так, ну про путь Ани мы все поняли. Давайте теперь поговорим про IT вообще в целом. Неужели это правда, что IT это только вот коды и разработчики, что за нажатие одной кнопки в IT там люди получают миллионы? Почему новичкам сюда так тяжело попасть? Вот это вот все мы сейчас обсудим и позадаем вопросы Ане. А ты на них ответишь. Ань, первый вопрос. Скажи, пожалуйста, вот, ну, в целом, что такое сейчас IT в 2023 году? В 2023 году IT? А это когда ты сидишь в красивом офисе, пьешь лавандовый смузи, или сидишь на бале тоже что-нибудь пьешь вкусное, нажимаешь на кнопочки и за это еще и деньги платят. Но на самом деле, если копнуть глубже, то сфера IT в 2023 году это очень перспективная развивающаяся сфера, где можно делать продукты, которые влияют на жизнь людей, которые действительно делают жизнь людей лучше. Вот только представьте, 10 лет назад, чтобы вызвать такси, надо было куда-то звонить, ждать, искать, где твоя машина. А сейчас это все происходит в один клик. И если бы не сфера IT, то это бы не случилось. Также продажа билетов. Не надо стоять в очереди в кассу. Можно все сделать быстро, онлайн, выбрать события, купить билет, опять же, в один клик. И делать такие вещи безумно вдохновляет. Это безумно классно. И еще что важно, в сфере IT очень классные, заряженные, мотивированные люди. Ты, давай говори честно, ты в IT лезешь ради того, чтобы людям хорошо делать или чтобы смузи пить? И то, и то. Так, ну тогда я для Арсения поинтересуюсь. Ну, IT-сфера такая, большая, объемная, коварная. Какие пять самых распространенных таких заблуждений для новичка ты можешь рассказать? Целых пять? Ну, нет, это я так это сказал пять. У меня просто надо было еще показать, мне может пять пальцев. Сколько? Давай три самых распространенных заблуждений для новичка. Погнали, первое. Чтобы попасть в IT, надо быть умным дядькой, который пишет код. До свидания. Это неправда. А, все? Да, это неправда, но вы же меня видите. Ну, ты не дядька. Нет, нет. Да, и код не пишу. Так. Вот, это первое заблуждение. Второе. Есть такие ребята, молодые, не как Арсений, сразу говорю, которые считают, что попасть в IT очень легко. И я иногда с такими общаюсь, и они говорят, вот я сейчас работаю в рекламе, но я хочу быть менеджером продукта и хочу получать очень большие деньги. Я вот подаюсь в Яндекс, но что-то как-то вот меня не берут. Не могу понять, почему. Такие желания возникают, я думаю, только вечером, когда хочется стать лучше. Подождите. Но в IT, по-моему, я просто объясню, почему. Мне кажется, что действительно несложно попасть. Просто по причине того, что я смотрю стендапы часто, и на моменте разговора с залом, когда человек спрашивает со сцены, кем вы работаете, сейчас 90% говорят IT. Потому что ты смотришь стендапы разработки. А, вон оно что. Есть, я понял. Ну, значит, в IT попасть тяжело. Или попасть тяжело на хорошую должность. А на какую-нибудь... Есть какая-то нишевая должность такая, ну, самая простая? Пусковый ассэсор. Вот, вот это слово. Я туда пойду. Туда пойдешь? Нет, на самом деле, на самом деле, путь для человека, который хочет попасть в IT совершенно из не IT, он как раз и лежит через вот такие простенькие, так их назовем, специальности. Ну, через стендергию. Пусковый ассэсор, сотрудник службы поддержки. У них как раз низкий порог входа, но если ты попадаешь на такую позицию, тут супер важно себя хорошо проявить, себя зарекомендовать, чтобы тебя заметили, и можно было двигаться дальше. Есть стажерские позиции, те же менеджеры-стажеры в Яндексе. Совершенно прекрасные ребята, которые тоже попадают на позицию с низким порогом входа. Ну, опять же, с низким как бы по сравнению с, скажем так, менеджерскими руководящими позициями. И вполне можно прийти стажером и стать классным менеджером, стать руководителем. И есть примеры ребят, которые из стажеров вырастали в руководителей групп, в руководителей отделов. Как круто! Расскажешь про какой-нибудь интересный фейл твоей? Вот это вопрос! Ну, ты идешь по офису, но банан не подскользнулась. Был такой? Самый интересный фейл. Не знаю, насколько он интересный, но мне тогда было больно. То есть это прям эпик фейл. Тогда точно интересный, раз было больно. Давай запишу. Не надо, компромат собираешь. Я была менеджером продукта, работала с командой разработки, и у нас был огромный проект, который должен был запуститься с пиаром, с пресс-релизами. И все эти пресс-релизы должны были выйти в 11 часов утра. И случилось так, как раз был коронавирус, и нам нужно было добавить на сайт галочку про то, что человек согласен с коронавирусными ограничениями, вот это все. И узнали мы об этом вечером до релиза. И, естественно, всю команду поставили на уши. Всю ночь работать, добавлять эту несчастную галочку, только чтобы успеть к 11. Значит, ночь прошла, все сделали. Утро, 9 утра, мне ребята пишут, а они, мы все сделали. Я говорю, да вы ж мои хорошие. Открываю сайт на телефоне. И просто я вижу, что галочку-то добавили. У нас вся верстка сайта вот так вот поехала, перекорежилась нафиг, что вообще. Это какой-то стажер сделал, да, видимо? Не стажер, просто человек в 4 утра делал. То есть это еще одно заблуждение пройти, то, что не выходит работа за рамки часов рабочих. Не, на самом деле выходит. И опять же, мы говорим про фейл. И здесь был тоже мой фейл, опять же, управленческий в том, что я, возможно, неправильно распределила ресурсы. Неправильно сделала так, что вот эту штуку делали ночью. Можно было по-другому эту проблему решить. Поэтому выход разработчиков ночью, это скорее тоже фейл менеджера. И, в общем, я это все вижу. Понимаешь, через 2 часа будет пиар. Мне пишет Big Boss. И спрашивает, ну что вы сделали? А я просто сижу в машине, смотрю на это, я реально плачу. И я пишу своему руководителю. Саша, вы меня уволите или мне самой? И просто благо, что у меня был прекрасный, совершенно мудрый руководитель, который не только решил меня не увольнять, но и дал мне самый ценный совет, наверное, для таких ситуаций. Что первое, надо не терять самообладание и понять, что делать дальше. Как все-таки решать проблему, потому что эмоциями здесь не поможешь. И он у меня спросил, так в итоге люди-то могут билеты взять? Я говорю, могут. Только на телефоне могут или на компьютере тоже. Я говорю, и там, и там могут. На компьютере даже ничего не поехало. Он говорит, ну так ничего не надо откатывать. Быстро чините, и к 11 вы успеете. Но предупреди Big Boss'а, что есть некоторый нюанс, который еще надо доделать. Биг Босс сказал предупредить Big Boss'а? Нет, мой руководитель. Мне еще на уровень выше писали, да. И, в общем, я слезы-то вытерла, увольняться передумала. Говорю, ребята, работаем, надо исправить. И успели? Успели. Ну, раз я здесь, значит, все закончилось хорошо. Блин, классный совет, кстати. Вот, и я еще хотел спросить по поводу советов. Был ли какой-то совет, который вот на этапе всей карьеры пригодился больше всего? К слову, вот о таких советах хороших. Да, хороших советах. У меня было, наверное, несколько советов. Вот один из советов мне дал еще мой руководитель в старой компании, где я занималась запчастями. Совет был про то, что очень важно с людьми устанавливать неформальные связи. То есть не обязательно общаться с коллегами в каком-то формальном тоне. Это всегда выстраивает дистанцию. Но когда ты приходишь к коллегам как к друзьям, и даже иногда к конкурентам ты приходишь как к друзьям, это сразу меняет всю ситуацию, это сразу меняет картинку, становится сильно легче договариваться. И работа уже идет совсем по-другому. И вот этот совет я взяла на вооружение. И у меня много знакомых в разных подразделениях Яндекса. Есть ребята из других сервисов, с которыми я тоже прекрасно общаюсь. И я уже знаю, что если мне надо к ним прийти, это не будет какой-то формальный визит, а это будет скорее просто дружеское общение. Привет, что там, как дела, давай что-нибудь классное замутим. Понял, развивай. Это soft skills. Да, это soft skills. Ну, ладно. А ключевые качества тогда? Чтобы вот мне сейчас... Я могу еще в IT попасть или нет? Или там есть какой-то порог входа? В любом возрасте, хоть 80, кем бы ты ни был, можно все равно стать айтишником. Ну, так сказал, как будто у меня... А я еще... Ну, да, хоть 80. Ну, что мне нужно? Чем мне нужно? Какими качествами мне нужно обладать? Кроме трудолюбия, как я уже понял, и усидчивости, и какого-то рвения, и желания. Что вот еще надо мне, чтобы я стал главным в IT? Как Аня сказала, нужно уметь адаптироваться ко всему, потому что IT-сфера, она движется очень быстро, и нужно уметь привыкать ко всему этому. Ну, не надо консервироваться, да? Не надо говорить, что мы только в Тетрисе программируем, больше нигде. Ну, и как Аня сказала тоже, нужно не переставать учиться, потому что появляются какие-то новые технологии, которые очень нужны какому-то другому человеку, там у Тим Лид, кого-нибудь просят их. Ну, а если ты их не знаешь, тебя он не возьмет на работу. Так, ладно, давайте по такому обычному языке сейчас замотивируем кучу таких, как я. Допустим, какая у меня будет зарплата, если я не буду руководителем, но буду на какой-то хорошей должности, пообещайте мне зарплату в месяц, которая реальна. Обещаю хорошую зарплату. Нет, 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 давайте мне цифру мне говорите, цифру. Любую? Один. Нет, ну как, вот я помощник твой. Сколько я буду, да, буду сейчас получать? Кому ты все делегируешь? Сколько я получаю? Я это делегирую HR-у, он тебе расскажет. А это какая-то коммерческая тайна, нельзя такие цифры говорить, да? Ну, допустим, это больше 100 тысяч рублей. Зависит от уровня сотрудника. Ну, у меня уже ближе. Чтобы быть моим помощником, будет сначала собеседование с HR-ом, потом собеседование со мной. Ну смотри, я прошел все собеседования, я жестко хорош, какая у меня зарплата. А вот, а что я решу по итогам собеседования? Ну, вилка, какая ты вилка, вот ты бы решила. Вилка, ложка. Вы тут скользкие такие в IT. Других не берут. Да? Не скажешь даже. Меня мотивируют очень сильно деньги. Я сейчас сидел бы, смотрел бы и такой, 100 тысяч, я иду. Ну, как я вилка, примерно. Ну, 100 тысяч не предел, скажем так. А предел какая сумма? Более таких цифр, не знаю. Для них надо развивать какие-нибудь там эти хард, софт, скиллы? Да дофига. Дофига? Конечно. И хард-скиллы, и софт-скиллы. Хард-скиллы зависят от того, кем ты работаешь. То есть для разработчика это новые технологии программирования. Что там еще вам надо? Увеливайте от вопросов про деньги. Нет, я просто не разработчик. Я опять делегировала. Вот руководитель умения делегировать. Это, кстати, очень хороший софт-скилл. Ну, хард-скиллы-то в основном уже просто умения, которые относятся к твоей профессии. И все. А, это вот это хард-скиллами называется? Да. Просто, типа, что, вот я умею в своей профессии, это мой хард-скилл, да? Да. А софт-скилл тогда что такое? Это просто в общем умение правильно думать или критическое мышление. Критическое. Критическое. То есть, софт-скиллы в основном связано с общением. Но софт-скиллы – это еще и, допустим, гибкость мышления, открытость, умение адаптироваться. И вот такие более личностные качества, они тоже важны. Угу. Так, мне, значит, как руководителю в IT-сфере, мне нужно больше софт-скиллы прокачивать. Руководителю – да. У руководителя баланс и хард-скиллов, и софт-скиллов. Но тоже важно, что руководителю продукта, допустим, не нужно уметь писать код. Это еще одно заблуждение. Прикольно. Я вспомнила. Получается, что программисту пришел программировать, писать код, и в какой-то момент он перестает его писать, когда становится менеджером продукта. Нет, так Аня уже рассказывала. Ты же даже не программировала ничего. Я не программировала. Вообще? Я не такая. Ну, программист же все равно может вырасти. Конечно, он может вырасти в Team Lead, например. Ну вот. Решать уже Team Lead, мы говорили. Team – команда. Да, да, да. Элит – это лидер, да. Это я все, это я вспомнил. Team Lead. Ты хочешь быть Team Lead'ом? Конечно. Или руководителем? Ты знаешь, сколько они зарабатывают. Давай, Шполь, ты понял, ты понял, как разочло мне искро. Какие вы меркантильные. Только про деньги, да про деньги. Я тут про помощь людям. Слушайте, блин, я не могу на самом деле. Вот вы очень крутые. Вы в IT, кто-то уже с головой, кто-то еще одной ногой в IT. Но я не могу. У меня есть мечта вообще на самом деле такая тайная, потаенная все время. Мне кажется, что я когда-нибудь разработаю крутой стартап. И теперь я как никогда, я как будто вот судьба меня привела в нужное место. Давайте просто поиграем и придумаем какой-нибудь стартап. Как вы на такое смотрите? Можем так сделать? Давайте. А я потом вам продам и деньги вам не дам. Как вы думаете? Но, смотрите, чтобы здесь я вас не взял в заложники, потому что я очень хочу разбогатеть на стартапе, я поставлю таймер буквально пять минут. Пять минут у нас есть на придумывание стартапа. Погнали? Давайте. Таймер пошел. Какие идеи у нас есть? Что сейчас самое актуальное? Я думаю, в наше время очень много людей хотят учиться. Вот тоже Аня, она очень быстро поднимала свои должности, ей где-то нужно было находить информацию. Ну да, я не говорил, что, кстати, большинство ее карьерных скачков, благодаря тому, что она постоянно обучалась. Так что да, обучение, как говорил, под лежачий камень вода не течет. Нам нужно сделать эту воду, которая будет течь под камень. Что мы сможем? И смотри, обучение плюс на аэросети. На аэросети сейчас жестко популярны. Да. Что мы можем скрутить, свинтить? Какую на аэросеть мы сейчас можем с тобой сделать? Я думаю, пока еще идет тренд, можно какую-нибудь генеративную свою придумать. Генеративную? Чат ГПТ, Яндекс ГПТ. Во, генеративную мы можем просто сделать смешную, мы можем сделать дегенеративную. Ты добавляешь фотографии, они все все улучшают, а ты добавляешь фотку, она ее ухудшает. Качество хуже, человек хуже в целом. Как мы, заработаем на этом миллиард? Да, конечно. Даже два. Можно брать какие-нибудь видео лекции и обрезать их просто в воду, в которой лектор говорит бесполезную информацию и оставляет только полезное. Люди будут намного быстрее учиться и быстрее обучаться. Вот чего-то такого не хватает, чтобы я такой, йоу, такого точно нигде не было. Вау. Что-то нам надо такого, рок-н-роллчика какого-то добавить, понимаете? За миллиард мы не продадим это. Как можно обучение сделать рок-н-ролльным, чтобы это было суперкруто? Типа ты вот это вот и как будто это инстасамка придумала. Что мы можем сделать? Может написать какую-нибудь нейронную сеть, которая будет преобразовать текст в музыку? Но я думаю, это тяжело все равно. Да? Да. В рэп? Ну, мы не ограничены, чем я думаю. Блин, знаете что? Вот я знаю по себе. Мне, допустим, большие объемы текста, ну вот капец как вообще скучно читать. Я прям, я аудио, я вот только через аудио все. Вот если бы, и у меня есть любимые певцы. Вот реально, если бы я, допустим, захожу в такую базу информации, в которой я говорю, я новичок, я хочу это, и расскажи мне это все голосом Дрейка. И вот он мне рассказывает про основы, допустим, маркетинга голосом Дрейка. Я бы офигел, это было бы круто. Еще рифу при этом делает. Нет, рифма не обязательно. Или рэп читает. Рифма не обязательно, чтобы он такой, да, ну рэп читает, это такое, да, совсем уже круто. Про менеджмент продукты. Прикиньте, он такой, он такой просто такой, типа, йоу, маркетинг это, смотри, это как, да. И начал прям рассказывать, как будто он мне аудиосообщение записал. А ты еще можешь диалог с ним вести? Да, да, я ему что-то говорю, он мне так голосовухами отвечает, как будто, блин, это было бы круто. Дрейк мне объясняет маркетинг. Представляете, голубый, Илон Маск объясняет моей жене, как сделать голубцы. Ну просто, она такая, он такой, говорит, ну что ж я, SpaceX придумал, голубец тоже объясню. Раскатываешь капусту, кладешь фарш. С акцентом такой. Кладешь фарш, заворачиваешь, да, ешь. Вот, в общем, давайте название придумаем это. Как назовем это? Без четкого названия это не сработает. Яндекс.Голоса. Чуть-чуть сумасшедше звучит, да. Как в этом и придумал. Точно прогодим. Да, но в этом есть рок-н-ролл, реально Яндекс.Голоса. Иначе уснул с наушником в ухе, где Яндекс.Голоса тебе говорят. Можно очень классный маркетинг построить на этом. Да. Ты слышишь эти голоса? Вот такой маркетинг, да. Все, Яндекс.Голоса. Я, блин, да, реально круто. Яндекс.Голоса. Супер. Я понимаю, почему тебя повышали так быстро. Классная идея. Осталось тебе это все разработать. Мы поехали, ты сиди, разработай. Э. Тоже делегирует. Быстро учишься. У тебя были такие работники, кому ты так даешь? Он говорит, э. Раз, два, три. Яндекс.Голоса. Ну давайте вместе сделаем. Давайте. Раз, два, три. Яндекс.Голоса. Почему ты полез туда войти? Как так получилось? Ты такой сидел дома, смотрел футбол, играл в доту и такой, я, кажется, войти хочу. Ну так и было. Я сидел, играл в доту. В какой-то момент мне понадобился автокликер. Так. Я посмотрел в интернете, как его написать, но ничего не вышло. Подожди, я что, палец устал? Да, очень быстро надо было нажимать. А, хочу войти, все. Не нашел в интернете никакого нормального, там везде какая-нибудь фигня, там вирус засовывают. Захотел и написать свой. Ничего не вышло, но мне понравилось. Вот, тут пишешь свою программу, интересно. Может быть, даже сайт можно написать. Ну и дальше заинтересовался и дальше начал учиться. Ничего себе. А ты не думал на юриста поступить? Да ну, я не гуманитарий. Как интересно, вот это да. Вот это да. Как интересно. На самом деле, я раньше хотел продавать машины. Вот. Спецтехника. Вот, я про это и говорю, что где-то в тебе лежало что-то другое сначала. Не сразу же вылезло это. Ребзи, это был очень клевый разговор. Спасибо вам большое, потому что я на самом деле сначала боялся. Я думал, что войти, войти, это действительно страшно и непонятно, начинало ли мы. Я вот так вот очень робко с вами разговаривал. Но был глубокий, классный, добрый разговор. Спасибо вам большое. Я, главное, понял, что IT это не только программирование. И даже такой дуб, как я, может рассчитывать там на что-то. Вот. Как у вас впечатление? Я понял для себя, что нужно вечно учиться, если ты какой-то программист. И тебе нужно уметь презентовать себя и развивать свои софт-скиллы. Мне тоже безумно понравилось с вами общаться. Получилась, правда, классная, интересная беседа. Хотела сказать, что я узнала об IT. Но, кажется, я ничего не узнала об IT сегодня. Зато кое-что рассказала вам. Ну, зато тоже не зря пришли. Нас просветлили. И плюс стартап придумали классно. Да, мы же придумали Яндекс.Голоса. Да, вы, надеюсь, там запикаете все, чтобы у нас не украли идею. Все голоса запикают. Да, да, спасибо большое. Так вот, я еще хочу что сказать. Как завершение, всем ребятам, кто хочет войти, но не знает, с чего им начать. Пожалуйста, во-первых, не бойтесь. Если вы поставили цель, берите и идите к ней. Во-вторых, как мы уже говорили много раз, но еще раз скажу, постоянно учитесь. Посмотрите на себя честно, поймите, что вы умеете делать хорошо, а где вам нужно подрасти. Продолжайте делать то, что вы делаете классно, и прокачивайте те навыки, которых вам не хватает. И у вас все получится. Конечно. Обязательно. Да, что-то делать, и что-то обязательно получится. Это были мы. Денис, Арсений, Аня. Все, и с вами обязательно еще увидимся. До свидания, пока. Пока. Плохо? Не, не, было супер. Было суперски. Все, все, спасибо большое, друзья. Яндекс.Голоса. Спасибо. До свидания. 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 До свидания.